Уважаемые товарищи, всем добрый вечер. Сразу скажу большое спасибо, что пришли. Тут даже больше участников не планировали, но это даже хорошо. Сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Ну, собственно, вы все знаете тему нашего стола. Это выбор 2018 года, избирательная кампания Грудинина и кризис левого движения в России. Ну, тема, естественно, не стоит говорить об ее актуальности. Глядут президентские выборы. Но по большей части одним из таких главных интересов у обывателей и у исследователей профессиональных стала именно фигура Павла Николаевича Грудинина как кандидата от КПРФ. Это особенно стало интересно, учитывая многолетнее выдвижение на эту должность Геннадия Андреевича Зюганова. Собственно, говоря о фигуре Грудинина, нельзя не сказать, что выдвижение Грудинина, по сути, поставило в определенный ступор не только определенных людей из КПРФ, которые его выдвинули, но также и среди многих иных левых организаций самых разных. И, собственно, мы собираемся это обсудить, естественно, с разных точек зрения. Сразу хотел бы уточнить, что у нас здесь будут звучать абсолютно, возможно, даже полярные высказывания. И нам очень хотелось, чтобы хотя бы до драки не доходили, как говорится. То есть мы все цивилизованные люди, любим спорить, дискутировать, отстаивать свою точку зрения, но главная наша особенность – это то, что мы делаем это, что называется, спокойно, миролюбиво и аргументированно. Сейчас, перед тем, как начать, я хотя бы предоставить слово одному из организаторов нашего круглого стола, известному российскому политологу-историку, кандидату политических наук, директор Института генерализации и социальных движений Бориса Юрьевича Кагарнинского. Борис Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Во-первых, еще раз большое спасибо всем нашим товарищам из Ленинграда, он же Петербург, где мы можем сейчас провести этот круглый стол. Это очень важно, потому что действительно необходимо поговорить откровенно, честно и подробно. И, естественно, точки зрения не совпадают, более того, они свидетельствуют о наличии очень серьезного размежевания. На мой взгляд, размежевания достаточно принципиального и размежевания, которое будет иметь далеко идущие последствия для левых в России и, может быть, вообще для российской политики. Хотя я думаю, что эти последствия в полной мере будут осознаны только после выборов, после того, как, что называется, в марте осядет пыль после всех этих предвыгранных батарей. Исходной точкой для всей этой дискуссии, по крайней мере, по отношению к нашему институту, было то, что вскоре после того, как съезд КПР выдумал Павла Николаевича Грудинина кандидатом на пост президента, наш институт сделал доклад, посвященный именно этому выдвижению и тому расколу среди лева, который наметился после того, как решение было в Ленину. И, естественно, сразу же возникла серьезная проблема. Она состоит в том, что невозможно критиковать действующего кандидата в президенты, не занимая в той или иной мере политической позиции. Поэтому вполне понятно, что как бы мы не заявляли о том, что наша позиция является именно аналитической, именно исследовательской, именно политологической, все равно она имеет политическое содержание, и это политическая позиция, и мы этого не скрываем. Я хочу просто это сказать сразу же, чтобы не было никакой двусмысленности. И мы вовсе не пытаемся прятаться за абстрактной политологией. Да, у нас есть взгляды, которые мы отстаиваем, но мы их отстаиваем все-таки, как мне кажется, не исходя из абстракта идеологических моментов, а исходя из определенного политического анализа. И вот если мы посмотрим на то, что произошло после выдвижения Павла Грудинина со стороны КПРФ, то первая реакция в большей части левых, кроме только левого фронта, состояла в том, что как же так, предприниматель, капиталист не может и не должен быть кандидатом левых сил, кандидатом в коммунистическую партию. При этом подобная позиция была скорее проделавирована, чем обоснована. Хочу сказать, что, на мой взгляд, эта позиция абсолютно правильная и абсолютно фундаментальная. Но беда в том, что многие товарищи, которые ее заняли, они ее скорее прогласили, чем обосновали. Потому что тут ведь дело же не в том, какое происхождение у человека. Нам тоже сказали, а как же, вот был Энгельс, да? Как же так? Ну, был же Николай Шмидт, были еще другие люди, которые были тоже все-таки из буржуазии, но тем не менее стояли на позициях пролетариата, как известно. Беда в другом. Вопрос же не в том, может ли какой-то конкретный представитель буржуазии вдруг прозреть и высказаться за социализм. Он имеет на это полное право, как и любой другой человек, это вполне случается. Проблема в том, может ли это стать основой институциональной серьезной политики. Можем ли мы строить левую политическую компанию вокруг предпринимателя, собственника, который буквально вдруг из представителя правящего класса и правящего режима переквалифицировался в оппозиционера и оппонента действующей власти. Не менее важно другое. Мы прекрасно понимаем, что такое бизнес в России. Мы прекрасно понимаем, что это не абстрактная категория, это категория политической зависимости. Человек, который обладает в России бизнесом, очень легко может его потерять при определенных обстоятельствах. И если он идет на выдвижение, то он должен либо действовать очень радикально, будучи абсолютно готовым потерять все, и в первую очередь, будучи готовым отказаться от своего бизнеса, или это все-таки потенциально договорный матч. Он может быть даже очень интересным, зрелищным, ярким, но это договорный матч. И, кстати говоря, одно не исключает другого, потому что договор может расторгаться, нарушаться, не соблюдаться, кто-то кого-то может обмануть, но тем не менее, это все равно не та политическая платформа, на которой нужно строить серьезную стратегию. Потому что тут мы сталкиваемся еще с одной проблемой, постоянно существующей у нас в России, а вообще где политика? Политика ли это? Идет ли разговор о серьезной политической борьбе за власть, или речь идет о некотором представлении, о некоторых бюрократических или конъюнктурных раскладах, которые не имеют сами по себе никакой политической перспективы? Что будет с этим кандидатом, с этим движением, с этими партиями после 19 марта 2018 года? Вот, но с 18 числа мы подсчитаем результаты, нам сообщат, какие результаты ЦИК объявит, ну и что будет 19 марта? Господин Грудинин уже заявил совершенно определенно, если его не изберут президентом, то он вернется в свой совхоз. Заметил, что это на самом деле не совхоз, это, как известно, закрытое акционерное общество, совхоз имени Ленина. Но дело-то не в этом. Дело в том, что в данном случае речь идет о том, что человек собирается продолжать строить движение, продолжать вести борьбу, продолжать борьбу именно за власть. Правда, тут сделана уже новая оговорка, буквально сегодня нам сообщили, что Грудинин сказал, если после выборов мне предложат стать премьер-министром, то я соглашусь. Но это, вообще-то, очень странно для принципиального борца с режимом. Но дело даже не в этом. А что значит мне предложат? Ну, никто, конечно, ничего не предложит. Мы прекрасно понимаем, что уже расписано, кто будет премьер-министром, как будет работать правительство. Планы правительства расписано уже, по крайней мере, до середины 2019 года. И в том-то и дело, что все разговоры о том, что вот мы возьмем, опустим в урну бюллетень, и власть сама собой сменится, они, как говорится, в пользу бедных, на мой взгляд. Это абсолютно выглядит неубедительно. Гораздо серьезнее думать о том, что будет после выборов. И кандидатура того или иного политика и его кампании имеют значение, в первую очередь, именно из-за того, что будет потом. А вот с этой точки зрения, это как раз получается не очень интересное и не очень радостное. Потому что на данный момент мы имеем именно раскол левого движения, а не объединение. Причем, когда говорят о широкой коалиции, то надо вспоминать, чья это коалиция, кого эта коалиция. А господин Грудинин сам сказал, что он собирается объединять коммунистов с монархистами. В данном случае я цитирую. Это не приписанные ему слова, это им сказанные слова. Но дело даже не в том, что он собирается объединять коммунистов с монархистами. Объединять можно кого угодно или с кем угодно. Вопрос в том, во-первых, как долго все это продлится. Во-вторых, насколько для левого движения будет прибыльно, что называется, выгодно и полезно объединяться с монархистами. Это нас укрепит или ослабит? Консолидирует нас или развалит еще больше? Мне кажется, вопрос более-менее понятен. На данный момент мы имеем по официальной социологии порядка 7% поддержки Грудинина. Это явно ниже того уровня, на котором находился КПРФ. Можно сказать, что официальная социология не совсем адекватна, не совсем честна по отношению к кандидату. Есть целый ряд альтернативных замеров. Вообще-то разброс совершенно фантастический. То есть просто вот дистанции невероятные. Это вообще-то говорит плохо о нашей социологии. Тем не менее, те замеры, которые мне удавалось видеть и которые вызывают уважение и доверие, они показывают картину немножко лучше. То есть не 7%, они показывают больше 7%. Но тем не менее, все равно это очень далеко даже от того уровня, на котором КПРФ находилась либо в 2011, либо в 2012 году. То есть в самых лучших случаях, и если брать за меры, ну скажем так, более или менее вызывающие доверие, это получается 8-9%. То есть совершенно не тот результат. И кроме того, видно, что резкий рост узнаваемости кандидата не привел к тому, что этот кандидат параллельно в тех же пропорциях увеличен популярностью. О чем это говорит? Это говорит о том, что кандидат пока не вызывает доверие у избирателей и не вызывает у избирателей энтузиазма. Он вызывает энтузиазм в определенной категории сторонников. Ну и здесь как раз вторая проблема с его сторонниками. Потому что если посмотреть на наиболее активных сторонников Грудинина, и наоборот на его активных противников, то обнаруживается крайне неожиданная вещь. Значительная часть традиционного левого электората и актива как раз относится к категории его противников. То есть по мере того, как разворачивается компания Грудинина, Грудинина, эта компания все больше отторгает не просто часть левого электората, а что называется, часть ядра левого электората. И раскалывает именно это ядро. Иными словами, разрушает основу, структуру левого электората и значительные движения тоже. С другой стороны, приходят новые люди, значительная часть которых это как раз те, кого мы определили как разочаровавшихся сторонников действующей власти. В принципе, в этом нет ничего страшного. Но беда в том, что такая замена для консолидации движения является неэффективной. Потому что, в принципе, когда вы расширяете свою базу, это хорошо. Но расширять базу нужно, одновременно сохраняя ядро. Если ядро разрушается, то приход новых людей не укрепляет, не расширяет вашу площадку, а наоборот ее ослабляет. Ну и наконец последнее. Какой тип компании нам нужен, в том числе для того, чтобы в случае какого-либо успеха защищать результат выборов. А такая возможность существует, такая проблема существует. Мы прекрасно понимаем, где мы живем, почему. И какой тип компании нужен для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы наращивать число сторонников, наращивать интерес к своим идеям, наращивать перспективу политическую. Для этого нужна компания очень радикальная, но главное, мобилизационная компания, которая при этом очень конкретна. И вот здесь последний момент, на который я хочу обратить внимание. Если взять программу «20 шагов», которая, кстати, в основе своей... это просто программа КПРФ, принятая на Орловском форуме, насколько я помню, то программа, в принципе, достаточно радикальная. Я бы даже сказал, что она очень радикальная. Беда в том, что политика – это не о том, чтобы произносить абстрактно-радикальную программу, а о том, чтобы нарисовать шаги, связывающие сегодняшний день с завтрашним. Один из парадоксов «20 шагов» в Грудинина состоит в том, что как раз никаких шагов там не намечено. То есть там нарисованы некие идеальные перспективы какого-то хорошего общества. Кстати говоря, я думаю, большая часть из нас здесь согласится с значительной частью того, что нарисовано вот в этой перспективе. Может быть, не совсем, но со мной. Однако шаги-то как раз – это шаги по какому-то пути от точки А в точку Б. И вот движение – это не обозначено. И это наводит на очень грустную мысль о том, что те, кто писали эту программу, в принципе, ее писали не для того, чтобы ее реализовать. Они ее сделали как некая дальняя перспектива. Но конкретная политическая программа – это программа того, что кандидат должен сделать в течение своих шести лет в власти для того, чтобы приблиться к этому идеалу. На мой взгляд, такой программы нет. Нет ключевых идей, вокруг которых можно было бы сегодня объединиться, мобилизоваться и бороться. И поэтому такая программа в конечном счете является не мобилизующей, а демобилизующей. То есть она абстракта, и ее писали люди, которые не собираются ее реализовывать. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день мы имеем сильнейший кризис левого движения. И последнее, о чем я хочу сказать, я вижу, что уже Сергей смотрит на часы, что, как и странно, при всем том, раскол имеет положительные стороны. Потому что, как говорил Владимир Ильич, прежде чем объединяться, нам нужно разбежеваться. Насчет того, чтобы разбежеваться, все в полном порядке. И мы прекрасно видим сейчас, что на данный момент Грудин действительно объединил очень большую часть левых. Но объединил их не за себя, а против себя. Это, как ни странно, позитивный побочный эффект. Но он достигнет не благодаря, а вопреки. Спасибо. Спасибо, Борис Юрьевич. Следующим приглашается Козлов Евгений Александрович, координатор белого фронта по Санкт-Петербургу. Что называется, ветеран социальных движений нашего города и, может быть, даже от Ленинградского оборудования. Пожалуйста, присягивайтесь. Я сразу скажу, что я выступлю оппонентом Бориса Юрьевича. И это понятно. Я это связываю не с моей принадлежностью к левому фронту, не с формальными моментами, а к личной позиции. Продуманной, на мой взгляд, прочувствованной. И Борис предлагал обоснования нашей позиции. Но я попробую в рамках этого 10-минутного регламента какие-то обоснования представить. Но я начну все-таки с того, чем закончил Борис Юрьевич. И в обратной последовательности несколько контртизусов хочу сформулировать. Если сказано, что движение Грудинина привело к расколу левого движения, так очень простой возникает вопрос. Давайте объединимся вокруг этой фигуры и расколу ученик. И все будем работать на этих выборах. И самое главное, после выборов, чем я согласен. Если говорится о том, что эта фигура якобы откуда-то неизвестна, появилась. Ну, я могу сказать, что да, как политик он достаточно неопытен. Это сразу видно, чувствуется. И ориентироваться на отдельные его рефлики, высказывания, наверное, это неправильно. И на этом строить свои контрпозиции. Но все-таки он несколько лет, и Борис Юрьевич, наверное, в том числе, насколько я вспоминаю, на московских экономических форумах, на других дискуссионных площадках он тоже присутствует. И мы там наблюдали Павла Грудинина, как одного из достаточно активных оппозиционеров нынешнего либерального курса правительства. Ну, и самое главное, что я хотел бы и даже, может быть, поставить на обсуждение нашего турбового стола, о критерии нашей оценки. Из чего мы должны исходить? Из фигуры Грудинина, из наших чувств, которые эта фигура выдвигает. То есть ситуация, всем давно известная, печальная в левом движении, когда все друг друга готовы, извините, съесть, так сказать, ради каких-то тактических и иногда стратегических задач. Мне кажется, что если мы присутствуем на круглом столе, где доклад, ну, или вводное слово сказал, ну, я не побоюсь этого слова, а выдающийся, ну, по крайней мере, известный марксист в России, автор многих марксистских исследований, то, наверное, хотелось бы, чтобы был какой-то массовый марксистский социально-политический анализ нынешней ситуации России, место левого движения, место этой президентской кампании, ее возможности в рамках этого анализа. И в тех документах, с которыми я ознакомился, и в сегодняшнем выступлении представителей ПСО, я не увидел этого анализа. Хотя, я вспоминаю, что движение «Актернативы» проводили круглый стол на тему «Возможно ли буржуазно-демократическая революция?» А это не круглый стол, это университет молодежный социализма проводил такую дискуссию. И Борис Юрьевич, по-моему, там соглашался, что да, мы на пороге не социалистической революции, мы на пороге все-таки буржуазных преобразований, и всем понятен расклад классовых сил в этой ситуации, и всем понятно, что на штурм крепости капитализма под мозгами диктатуры прозряда и левые активисты в силу своей маломощности не способны, и широкие массы их не поддерживают. И нужно исходить из того реального, но не для того, чтобы прикрыться своей якобы марксистской позицией и отстраниться от этих печальных реальностей, и вот писать дальше книги, всех критиковать, всех поучать. И в результате личная позиция марксистская сохраняется, а вокруг что происходит? Как было все печально, так и остается печальной действительностью. Вот я противник такого подхода, именно потому что я скорее практик, как Сергей меня представлял, чем теоретик. Так вот, я предлагаю товарищам участникам посмотреть, оно вывешено на сайте Левого фронта, постановление 6-го съезда, где есть попытка, может быть, небезупречная, специально-классового анализа ситуации в стране. Потому что именно на этом анализе это строено было, я откидываю всякие инфинации насчет того, что Удальцов там получил от Грудинина, получил от администрации Кремля какие-то ковришки, яблочки золоченые, наверное, да, и вот этим определяется его позиция. Там описано о том, что действительно, и об этом, кстати, по-моему, Борис Юрьевич говорил, мы видим какие-то признаки раскола в правящей элите, в нашей буржуазии, что есть либеральная часть, есть часть, которая выступает за гензианские методы регулирования нашей экономики, они согласны с государственным регулированием и с новой индустриализацией, готовы на социально ответственные какие-то действия, потому что, я понимаю, им тоже хочется занять место тех, кто под покровом силовиков сейчас снимает пенки, так сказать, сверхприбыль свои в условиях буржуазного, периферийного строя в нашей стране. Это их объективный интерес. И мне кажется, что Грудинин, кстати, это не прозвучало формально, он, конечно, выдвинул там съездом КПРФ, но в начале его выдвинуло постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. И он, по-моему, прежде всего выражает настроение и интересы вот этих слоев, плюс интересы широких, неполитизированных, о чем Борис говорил, что они сейчас в виды сторонников активно вовлекаются. Грудинина, людей, которые привлекают лозуги и прогрессивного налога, и многие другие. Я для экономии времени не буду программно перескалывать. Кстати, попутно скажу, что программа не должна, краткая тем более, предвыборные шаги к реализации предусматривать. Это дальнейшие действия. Это шаги, которые будут вызревать из развития политической ситуации, а не из самой программы. Я, конечно, могу согласиться, что достаточно вялой идет компания, но давайте работать на ее обострение, и тогда у нас эти шаги, иконка мира, и все остальное могут появиться. И мобилизация у нас появится. Она возможна по этой ситуации. Ну так вот, все-таки это представитель буржуазии, но определенные части. Марксисты, коммунисты, левые, они готовы поддержать социал-демократический вариант развития нашей страны на первом этапе? Они готовы поддержать эти силы со всеми их плюсами и минусами? Я считаю, что по всему опыту из 20 века и наша, и большевистская партия, они могут и должны, если они хотят изменить ситуацию, а не сидеть в кабинетах ученых и заниматься только высокой новой. Ну, сколько там? Одна минута осталась. Я только обозначаю свои позиции по этому вопросу, но сейчас нужно концовку какой-то сообразить. Но исходить надо из объективной ситуации, из сознания наших граждан, прежде всего, даже положения трудящихся, положения рабочего класса, и использовать те возможности, которые представляет данная ситуация, данный исторический момент. Что касается расколма левого движения, то, скорее всего, он связан с негативным отношением КПРФ, и, так сказать, априори уже все, что она не делает, это уже все запретное, табу и неприемлемое. И, извините, я очень много и оппонировал с представителями КПРФ, и ввел переговоры, и совещали на этот счет догматический подход, секторский догматический подход. Так давайте избавлять левое движение, Борис Юрьевич, именно от этих недостатков, которые привели это левое движение к кредитам. Спасибо большое, Евгений Александрович. Следующим выступающим приглашается Иван Овсяников, координатор российско-социалистического движения по Санкт-Петербургу. Иван, пожалуйста. Десять минут. Стараюсь. Когда подойдет аналитер? Ну, вероятно, буду оппонировать сразу обоим докладчикам, которые выступали передо мной. Я считаю, что Грудинин не нравится левым, даже не столько потому, что Грудинин буржуй, или что его кандидатура возможно согласована с администрацией президента, или потому, что КПР продажная партия. Понятно, что Грудинин это не Оуэн, даже не Жозеп Увэ, это с этой критикой, которая звучит, я согласен, но я считаю, что Грудинин неприемлем для несистемных независимых левых не по причине своего классового статуса, а потому, что он представляет левоконсервативные силы, те силы, которые обычно приняты в нашей стране, на мой взгляд, неправильно называть левопатриотическими силами. Я предпочитаю называть их левоконсервативными силами, которые принципиально отличаются от демократических или несистемных левых. Ну, вот здесь много говорили про кризис левого движения, я бы сказал, что на самом деле неправильно говорить о левом движении. В нашей стране существует два пособленных друг от друга левых сообщества, которые занимают и давно занимают с 12-го, с 14-го года занимают совершенно противоположные позиции по всем важнейшим вопросам политической повестки дня. Да, оба этих левых сообщества подъявляют претензии на марксистское наследство, однако говорить о том, что существует в России какое-то единое левое движение, которое не согласно по поводу Грудинина, это, извините, передержка. Лево консервативный спектр, к которому я отношу в общем-то все организации, начиная слева, от левого фронта и заканчивая, например, нодом или сутью времени. это такой идеологический континент, в котором, несмотря на все имеющиеся разногласия, есть очень такие важные маркеры, которые отвечают их у гемократических левых. Это, во-первых, поддержка государственного капитализма и такой социальной опеки над населением. Это традиционализм в сфере культуры и национализм во внешней политике. То есть для всех различных левых и правых представителей этого спектра в той или иной степени характерны эти представления. Другая часть левых, которая ведет возможно свою генеалогию формальных движений эпохи перестройки, это демократические внесистемные левые, которые в качестве альтернативы предлагают общество, которое основано на всех других началах, общество, основанное на демократии участия, местном трудовом самоуправлении, плюрализме, в культуре и в политике. И эти левые, как правило, критически оценивают советский опыт и самих себя осматривают в качестве части интернационального антиклистического модели. Эти левые добавлю активно участвуют в демократических протестах, которые консервативные левые обычно придают анафеме и отдают первичие критики не американского империализма, а своего собственного отечественного кремлевского империализма. Даже если бы вместо Грудинина кандидата от левых патриотических сил был какой-нибудь Сергей Удальцов, даже если бы выборы в нашей стране были полностью свободны, это не сделало ситуацию более приемлемой с точки зрения демократических левых. Дело не только в идеологических различиях, дело, прежде всего, в политических различиях. Левые патриоты надеются, что в один прекрасный момент силовики и менеджеры государственных корпораций, одолеют системных либералов, оригархов, а свою задачу видят в том, чтобы подтолкнуть правящий режим по условно китайскому пути. Такие люди хотят от государства большей социальной ответственности, более эффективной поддержки национального производителя. они безусловно не хотят никакой революции, которая у них ассоциируется обычно с Майданом или с 90-ми годами. Именно такие умеренно оппозиционные консерваторы голосуют за Грудинина, потому что Грудинин полностью олицетворяет этот спектр настроения. Если мы откроем 20 шагов Павла Грудинина, которых немного сейчас говорил Кагарлицки, то на мой взгляд я не нашел в них ни одного социалистического или даже антикополистического пункта. Когда в первом пункте Грудинин предлагает национализацию системообразующих прослей экономики, то извините, у нас системообразующие отрасли экономики, по крайней мере значительная их часть уже национализирована. И значительная часть национальной экономики контролируется государственными корпорациями. И говорить о том, выдвигая требования национализации, не выдвигая одновременно требования поставить госкорпорации под контроль демократии и трудовых коллективов, не выдвигая требования отстранения от этой госсобственности прососавшихся к ним друзей Путина, госменеджеров, это значит не говорит практически ничего, что отличало бы Грудинина от Путина. В том, что касается капиталовложений в реальный сектор экономики, восстановления экономического суверенитета, что еще, снижения банковского процента, то обо всем этом, извините, говорит другой кредитат президента Борис Титов, который тоже выступает за неокинсианство, за денежный вертолет, с которого государство будет разбрасывать деньги над промышленниками. Возможно, с точки зрения национального капитала и какой-то экономической прагматики, это все нужные меры, но они, извините, не имеют никакого отношения к борьбе с олигархическим капитализмом. Большинство социальных мер, которые предлагаются в программе Грудинина, сводятся к тому, чтобы дать больше денег, дать больше денег на инфраструктуру, дать больше денег на образование, здравоохранение, пенсии и так далее. Такое обещают все популисты, начиная от Навального и заканчивая Путина. Но государственная опека над бедными это никакой не социализм. Мы должны помнить о том, что называемое социальное государство всегда было суррогатом социализма, задачей которого была стабилизация паталистического общества. И КПРФ не предлагает никаких структурных изменений в социальной сфере, которые дали бы возможность принимать решения местным сообществам или работникам бюджетной сферы, или студентам, или потребителям и так далее. Это все та же патроналистская модель, в которой бедные остаются таким пассивным объектом государственной заботы, благотворительности. У меня есть линии? Две минуты. Две минуты. Гудинин говорит про то, что подоконный налог на богачей вырастет, а для моего имуще будет отменен. Это все, конечно, хорошо, наша налоговая система абсолютно безобразна. Но это также абсолютно не антиклистическая мера, потому что говорить о том, что это какое-то радикальное требование. Можно только в России, где в начале 2000-х годов была введена впервые в международной практике плоская шкала подоходного налога. До этого это применялось лишь в небольших странах, вроде Сингапура, в некоторых прибалтийских республиках и так далее. Все развитые крупные государства с большим населением производят перераспределение национального дохода в пользу малоимущих. То есть до какого-то недавнего на самом деле момента это требование прогрессивного налогообложения считалось универсальной экономической догмой. И безусловно в нашем ультраправом политическом таком пространстве это может выглядеть как что-то социалистическое, но реально это достаточно тривиальное буржуазное требование. Последнее о чем я скажу буквально пару секунд это о том что пункт посвященный рабочим вообще выглядит безобразно. Здесь говорится о том что вернут 8-часовой рабочий день и дадут чтобы это не значило гарантии на труд. Но там нет ни слова ни о легализации сбастовок ни о легализации профсоюзной деятельности ни о возвращении права на коллективные переговоры ни слова о профсоюзах то есть фактически что мы имеем 8-часовой рабочий день у нас записан в трудовом кодексе все гарантии на труд там тоже присутствуют но Гудинин не говорит ни о чем что помогло бы наемным работникам отстаивать свои права а без этого все это действительно разговоры пользу бедных ну и последнее что показывает действительно как бы подлинное лицо тех людей которые писали эту программу это конечно пункт касающийся амнистии где 282 статья уголовного кодекса называется русской где обещаются амнистия националистам которые именуются невинно сужденными патриотами отечества и при этом заявляется подчеркивается что речь идет не об общей политической амнистии говорится что провокаторы и организаторы незаконных действий останутся сидеть то есть вот в контексте нынешнего дела левых антифашистов которых сейчас арестовывают по ложному обвинению в терроризм и пытают в тюрьме и так далее вот как бы с точки зрения программы гудей на эти люди скорее всего останутся сидеть а нацики вызов ну хотелось бы конечно да мнение Сергея Удальцова услышать по этому вопросу но в общем резюмирую и скажу что программа Грудинина неприемлема для несистемных левых не потому что это программа Грудинина не потому что Грудинин буржуй да потому что Грудинин является представителем левоконсервативного спектра выступающего в интересах национального капитала спасибо спасибо Иван сюда приглашается Евгений Пашковский кандидат политических наук старший преподаватель кафедры политологии в губернии Герцена в Женпартии Кабар пожалуйста добрый вечер я бы хотел затронуть в своем выступлении три аспекта достаточного первое это характеристика выборов 2018 года и то что предлагает КПРФ и НПСР в данном случае кандидата который в принципе абсолютно отличается от того кандидата с которым ну которому сейчас все пророчат победу и собственно говоря получается такая история что есть Путин который идет на выборы как самовыдвижение Путин который демонстрирует ну собственно говоря что 25 лет это ну там 18 лет которые есть и 6 лет которые будут это постоянное ну скажем так по большей части обещание не более того есть ухудшающаяся экономическая обстановка есть абсолютное ну скажем так вот это вот повторение всего того чего было и поэтому Путин на выборы идет как Путин то есть никаких серьезных лозунгов программных установок уже нет то есть есть просто вот лозунг сильная Россия и так далее сильный президент сильная Россия не более того соответственно что предлагает по этому вопросу КПРФ КПРФ предлагает во-первых кандидата который прошел обсуждение причем не только с КПРФ но и соответственно с другими политическими сферами причем в том числе и общественными организациями то есть это первый пункт что кандидат выбран на основе достаточно широкого консенсуса и предлагали соответственно кандидатуру достаточно разной и было скажем так рассматривались несколько вариантов и СИЭС принял решение о выборе выдвижения из другого это первое второе был выбран человек у которого есть позитивный опыт опыт управления достаточно серьезной организации и соответственно здесь этот позитивный опыт управления касается не то что хозяйство прибыли но и то что работники получают высочайшие социальные гарантии которые в принципе в России невозможны и социальные расходы которые демонстрирует это предприятие заход с имени Ленина это действительно та позитивная модель которая могла бы сложиться в России в случае если бы социально-экономические богатства ее не вывозились за рубеж как это проводится за последнее время там уже более триллиона долларов вывезено соответственно за рубеж а инвестировались бы в Россию и соответственно шли бы на здравоохранение образования здесь достаточно позитивный формат выдвижения такого кандидата который говорит о том что он может что-то сделать и он уже это сделал в своем соответственно на своем уровне и если предоставить кандидату возможность работать на федеральном уровне он покажет себе это достаточно позитивный формат еще одна вещь на которую нужно обратить внимание здесь это то что программа которая написана 20 шагов это прежде всего декларация о намерении декларация о намерении президента соответственно есть достаточно большой список законодательных инициатив КПРФ начиная с здравоохранения заканчивая социальной защитой которые вносились к коммунистической партии но соответственно не получили поддержки в парламенте по понятным причинам потому что у КПРФ больше 35% голосов кандидатов выдвинутых в Думе за всю историю соответственно Российской Федерации не было и соответственно были соответственно союзники которые голосовали по значительной части законодательных инициатив поэтому часть из них были приняты но часть из них не были реализованы в полном объеме а именно за последний период блокировали законы по здравоохранению по образованию и многое многое и исходя из этого можно отметить что если кандидат сможет рассчитывать на успех и победу то в дальнейшем конечно у него появятся возможности для реализации любой программы которая у него есть потому что скажем так список законодательных инициатив существует дальше еще что важно отметить и о чем нужно сказать это тот факт что левые силы правильно было сказано предыдущим оратором по поводу того что левые силы расходы но вопрос заключается в том что левый консерватизм это достаточно интересная идея и в принципе сочетание традиционализма с точки зрения защиты традиционных ценностей и скажем так того образа жизни который существовал это в принципе идея достаточно оригинальная и в принципе в России реализована очень нестандартно то есть обычно мы имеем ввиду противостояние левых литералов и правых консерваторов в России получается так что у нас есть правые либералы и левые консерваторы что в принципе не так уж и плохо к тому же ситуация с развитием России показывает что вот левые консерваторы имеют право на существование хотя бы потому что они получают серьезную поддержку а соответственно вот левые либералы или по крайней мере те кто левые демократы они пока себя на скажем так политической арене не реализовали и их соответственно в электоральном пространстве нет исходя из этого надо понимать что у левых консерваторов есть определенные перспективы если говорить о кризисе КПРФ то можно сказать так проблемы существуют кризиса как такового нет потому что коммунистическая партия работает на результат Грудинина соответственно ведется избирательная кампания и большинство региональных отделений подавляющих большинство все работают на этот результат то что было соответственно несколько деклараций несколько статей в СМИ это пока скажем так более вещи частного порядка и здесь можно говорить о том что ну скажем так воспользовались медиахолтинги с ситуацией внутри партии и попытались развернуть ту ситуацию что внутри КПРФ никто не хочет поддерживать Грудинина абсолютно не такая ситуация и регионы сейчас занимаются избирательной кампанией в том числе и наш регион соответственно очень активно и работаем как и на районном уровне и соответственно на городском уровне работа ведется и это очевидно и скажем так каждый из членов коммунистической партии прекрасно понимает задачу что выборы нужно использовать для победы кандидата с одной стороны с другой стороны для агитации и продвижения партии в том числе чтобы позицию КПРФ нашла отклик в соответственно широких массах наших сограждан чтобы наши сограждане поддержали те изменения которые нужны с другой стороны из-за этого я бы хотел резюмировать и сказать что поддержка КПРФ поддержка соответственно и заключение вот этого соглашения поможет кандидату Грудинину стартовать на выборах и соответственно получить достойный результат и конечно ситуация заключается в том что кризиса как такового внутри левого движения нет потому что есть проблемы это безусловно но кризисное состояние подразумевает что есть причины в данном случае пока причин кризиса внутри левого движения я не вижу есть скажем так расхождение по вопросу но кризисной ситуации по крайней мере это точно спасибо спасибо большое Евгений следующим приглашается Василий Кирилл председатель Ленинградского областного отделения объединенной коммунистической партии надеюсь я сказал правильно не так важно главное что случало да пожалуйста напоминаю 10 минут добрый день дорогие друзья товарищи я продолжаю всех считать здесь присутствующих с вами товарищей в большинстве своем давайте-ка мы с вами дадим адекватную оценку событию которое предстоит 18 марта сняв что называется розовые очки потому что как мне показалось никто из предыдущих ораторов на этот вопрос ответа не дал предстоят ли у нас выборы нет мы взрослые люди мы понимаем что предстоит процедура переназначения действующего главы государства и именовать каким-то иным образом кроме как вот знаете заоблачные мечтания или намеренное введение людей в заблуждение давать иную оценку этому событию наверное не стоит значит именно это диктует в том числе и отношение к той кандидатуре которая сегодня обсуждается я благодарен в принципе предыдущим ораторам и сам не буду на этом останавливаться то что они не подвергли вот этому подробному разбору политического бэкграунда Грудинина состоял в единой России не состоял был доверенным лицом Путина не было сколько у него капиталов не в этом дело я вот и Евгений Александрович и вам отвечаю на вопрос о том что допустимо ли для коммунистов для левых консерваторов или левых демократов не принципиальный вопрос поддерживать представителей национального капитала кто им является Грудинина да допустимо допустимо в отдельных случаях безусловно хуже от этого не будет да но для этого нужно как раз и адекватно нечестно себе отвечать на вопрос а что предстоит предстоит ли реальное соперничество кандидатов имеем ли мы реальный раскол в правящем классе современной России имеем ли мы реальную конкуренцию между представителями различных общественных групп слоев да так чтобы представители этих групп допускались до вот этого предвыборного соревнования нет не имеем в этой ситуации так а о чем же тогда идет разговор тогда разговор может идти о двух вариантах либо о так сказать отыгрывании определенной роли да значит создание в том числе для и для отечественного избирателя и для международного сообщества видимости конкурентных выборов да либо речь идет о решении каких-то определенных адекватационных задач которые ставит перед собой левый кандидат вторая задача мне вполне понятна нет ничего дурного в том что представители парламентской левой организации выставляют своего кандидата для того чтобы так сказать получить доступ к средствам массовой информации получить неслабую финансовую так сказать помощь по итогам этих выборов да участие представителя зарегистрированной политической партии в президентских выборах это гарантированное получение определенной суммы денег из государственного бюджета нет в этом ничего ни постыдного ни обидного ни вредного любая структура должна именно так себя и вести да но тогда встает вопрос а вот для нас для людей которые не причисляют себя в число адептов КПРФ да не состоят в этой партии да к которым ни КПРФ ни кандидата Грудинин даже не обращались с просьбой о каком-то содействии для нас собственно говоря в чем же тогда удобство и какая-то полезность в поддержке вашего кандидата если вы решаете агитационные задачи ну допустим допустим вы решаете свои агитационные задачи таким образом что вы агитируете там за социализм что вы агитируете за реальную борьбу не за социализм но как некую картинку да которая в этих 20 шагах нарисована за какую-то будущность которая не наступит а агитируете агитируете трудящихся за борьбу на своих рабочих местах агитируете граждан за участие в низовой активистской борьбе если вы ведете свою компанию мобилизационно да я не хочу например аналогии с там Сальвадором Маленду да иногда вот приводит не хочу вернее Грудинину судьбы Алиэнда но ведь независимо от вот так сложившихся обстоятельств в Чили там в 73-м году если посмотреть на избирательную компанию Алиэнда 70-го года это была мобилизационная компания это были массовые повязки по стране не просто как сейчас Грудинин приезжает встречается с людьми которые были избирательные штабы 16-го представителя структуры ПРФ в этот зал это была мобилизация профсоюзов это была мобилизация рабочего движения по всей Чили это был реальный альянс от самых мельчайших структур в левом движении Чили до самых статусных партий таких как соц. партия вот и говорилось то людям о чем людям то говорилось о том что не просто вот придет господин альянда и начнет какие-то реформы в интересах людей альянда говорил иначе он говорил вместе со мной в дворе славан это зайдет мой народ да и это было не просто как бы пиаровские слова речь шла о том что массы людей будут вовлечены в процесс управления государством мы что-то подобное слышим от Грудинина ничего подобного мы что-то подобное слышим от КПР нет так чему нас тогда призывают нас призывают повторить ну скажем так не ошибку да а вот те действия которые и решения были приняты в 96 году в отношении кандидата КПР тогда его поддержали все левые никто не может убрекнуть да и здесь был тогда этот широкий народно-патриотический альянд все левые включая анархистов тогда поддерживали Зюган исходя из принципа того что мы вот протараним эту систему а что мы на выходе-то получили на выходе мы получили первую так сказать поздравительную телеграмму господину Ельцину с победой и никто сейчас не сомневается в чем была победа это простите об этом функционеры КПР открыто говорили включая например господина Белова представителя Ленинградской партийной организации КПР который прямо говорил о том что нам позвонили искрепляя и сказали ребята если вы начнете борьбу мы запретим партию так что же вы хотите так сказать чтобы мобилизовать людей на очередной договорняк вот этот с администрацией президента простите мы не хотим участвовать в этом обмане вот и значит нескольких позитивных моментов я под конец чтобы на меня не смотрели как на врага во-первых мы безусловно считаем необходимым продолжать совместную борьбу вместе с Феноми КПР с представителями Левого фронта и других организаций исходя из того что жизнь после 18 марта не заканчивается и что выборы на самом деле должны у нас каждый день быть наша борьба она должна каждый день осуществляться поэтому собственно говоря я не вижу даже никакой трагедии в том что люди будут идти на избирательные участки и голосовать с груди равны как я не вижу например никакой трагедии в том что люди там будут приходить и не знаю отдавать свои голосы господин Сурайкина или например портить избирательные бюллетени или вообще не в этом же дело дело в самом отношении к тому что происходит у нас в стране и в том какую тактику и стратегию борьбы завывания политической власти мы перед собой видим одно дело мы надеемся на доброго барина который придет и решит наши с вами проблемы дала другое дело если мы беремся все вместе и начинаем решать эти проблемы сами вести собственную борьбу каждое дневное спасибо спасибо в следующем приглашается Егор Михайлов первый секретарь Санкт-Петербургского отделения ЛКС МРФ доверенное лицо президента Павла Николаевича Бруди напоминаю ЛКС МРФ да спасибо здравствуйте уважаемые товарищи друзья мы собрались с вами на финишной прямой президентской кампании до нее остается один месяц и на мой взгляд создание такой площадки где есть возможность высказать разные позиции разные мнения является безусловно важным ответственным шагом и я уверен что это поможет нам все-таки выработать какие-то совместные решения а не разругаться окончательно именно для этого мы сегодня с вами и собрались в своем выступлении я наверное позволю себе акцентировать внимание в первую очередь на той критике которую позволили себе предыдущие ораторы в пользу в адрес Павла Николаевича Грудинина и в адрес Коммунистической партии Российской Федерации тут прозвучало от двух товарищей от Кирилла Никитина и от Бориса Юрьевича что нынешняя президентская компания напоминает нам договорной матч ну если честно я не совсем понимаю о чем речь потому что когда мы отчетливо видим что против кандидата от широкого фронта народно-патриотических сил полным ходом работает государственная машина когда в регионах сотнями тысяч изымается газета правда с программы 20 шагов Павла Грудинина когда на пресс-конференциях регулярно устраиваются провокации а такой политический деятель как Жириновский из своих плечах уделяет больше внимания не программе ЛДПР а выливает полной грязи на Павла Грудинина то говорить о том что нынешняя компания представляет собой какие-то договоренности на мой взгляд как минимум неприемлемо и это мы можем наблюдать исходя из текущего момента кроме того не раз прозвучал вопрос приемлемо ли вообще для коммунистического движения для левого движения то что выдвигается предприниматель и будем откровенны он все-таки не представитель мелкой буржуазии это средний капиталист как минимум но я напомню что это не только приемлемо но это и не идет в расхождение с марсистской ленинской теорией потому что Владимир Ильич Ленин всегда подчеркнул и особенно подчеркнул это в своей работе о продовольственном налоге написанном в 1921 году о том что для перехода к социализму необходимо построить государственный капитализм и это безусловно будет иметь для перехода к социализму очень большую пользу я позволю себе зачитать отрывок из этой работы Владимир Ильич Ленин говорил что государственный капитализм был бы шагом вперед против теперешнего положения дел в нашей советской республике если бы примерно через полгода у нас установился госкапитализм это было бы громадным успехом и вернейшей грандией того что у нас окончательно упрощится и непобедимым станет социализм и на мой взгляд когда в нашей сегодняшней обстановке в Российской Федерации кучка олигархов обслуживает свои собственные интересы отбирая их от особого трудового народа ни в коей мере социализм ни в коей мере социализм не приближает если мы заставим их все-таки поставим их под контроль народно-патриотических сил под контроль государства то это безусловно приблизит социалистическое преобразование в нашей стране за что собственно и выступает наша партия и народный кандидат Павел Гудений кроме того Борис Юрьевич сказал что о какой оппозиционности кандидата может идти речь если он открыто заявил о том что да после выборов в случае неудачи он готов пойти премьер-министром у Путина но возможно Борис Юрьевич имеет ввиду интервью недавнее Павла Николаевича у Юрия Тутя известного блогера которое уже набрало в сети более 4 миллионов просмотров да действительно такой вопрос был и Павел Николаевич ответил на него однозначно что премьер-министром Владимиру Путину в случае проигрыша он не пойдет но что ему конечно был задан вопрос на каких условиях согласились бы это сделать Павел Николаевич также дал весьма четкий ответ что если мне разрешат привести с собой свою команду и сформировать правительство народного доверия из членов КПРФ и из представителей нашей партии и других народно-патриотических сил которые выступают сами в союзе и готовы вести нашу страну к социалистическим преобразованиям то есть вырывать фразу настолько из контекста на мой взгляд тоже считаю не совсем правильно также называлась цифра 7% поддержки Павла Николаевича концепция того что приход на выборы ничего не изменит что результат уже предрешен но опять же надо понимать что эти позиции специально запускаются действующей властью чтобы понизить явку на выборах чтобы наш протестный электорат сидел дома и не пришел к избирательным урнам ведь как правило левые кандидаты представители коммунистической партии добиваются успеха в тех регионах и в тех ситуациях когда обеспечена максимально широкая явка и когда обеспечено максимально большое количество наблюдателей поэтому мы считаем что те опросы которые публикуются сегодня в официальных СМИ они лживы и призывы не ходить на выборы являются губительными для взрослого социалистического движения в целом о том разговоры о том что Павел Николаевич не оптен как политик да возможно они имеют под собой какое-то обоснование но не надо забывать и о том что во-первых у него есть очень большое опыт управления народным предприятием территории как мы ее называли социального оптимизма и действительно кстати я недавно в ней побывал буквально в той неделе в очередной раз и был в очередной раз восхищен тем как Павел Николаевич выстоял работу своего совхоза и как он все-таки поставил службу будем говорить того дохода и той прибавочной стоимости не олигархам а обычному трудовому народу он показал как может это сделать у себя в хозяйстве для обычных людей почему он не может показать это для всей страны у нас есть для этого все необходимые инструменты программа и целый ряд профессионалов готовых эту программу реализовать поэтому я считаю что вы говорите недостатки опыта Павла Николаевича политика тоже не совсем правильно мы идем целой командой командой профессионалов по главе главой избирательного штаба Геннадием Андреевичем Зюгановым ну это к тому же и о том что Путин и Грудинин одинаковые между собой как два кандидата но позвольте Путин руководит страной 18 лет и кроме того что она у нас на сегодняшний день занимает 91 место в мире по уровню жизни делит его словом и Гватемалой кроме того что у нас в стране 23 миллиона бедных человек только по официальной статистике и они находятся за чертой обычного физического выживания сложно перечислить какие-то другие его достижения Павел Дж. Николаевич со своим совхозом пережил лихие 90-е 2000-е годы успешно развиваются в рамках него и сейчас сумел построить островок социализма в Подмосковье тогда как 13 других подобных предприятий были развалены уничтожены проданы в том числе и различного рода рейдерскими захватами также предыдущий выступающий Кирилл Васильев привел пример Сальвадора Альенто и сказал что вот детский Сальвадор Альенто говорил что вместе со мной во дворе сойдет и мой народ совершенно правильно Павел Николаевич не говорит таких вещей он это уже сделал сделал и показал на примере своего совхоза совхоза имени Ленина и повторюсь в случае победы народного кандидата это можно будет реализовать и для всего населения Российской Федерации Дорогие товарищи ну я наверное все таки буду завершать свое выступление тем более что 3 минуты у меня еще есть 3 минуты да очень хорошо но нет я все таки если у меня есть возможность выступить я выступлю да хорошо тогда продолжим разбирать аспекты на которых останавливались мои товарищи все таки действительно я не отрицаю что все мы здесь товарищи я на это глубоко надеюсь что был ответ ядерный электорант КПРФ и это унесло некий раскол в партии знаете можно говорить а можно смотреть на ту компанию которая сейчас полным ходом развернулась во всей Российской Федерации Павел Николаевич буквально каждый день посещает новый регион крупное предприятие встречается с гражданами и знаете какие бы мы большие залы для этих встреч не брали и не заказывали они всегда полные всегда люди сидят в проходах и к сожалению не все желающие на них могут попасть и надо признать откровенно что среди тех людей которые на данные встречи приходят это не только ядерный электорант КПРФ который на эти встречи приходил всегда но это люди раньше возможно совсем и неинтересовавшиеся политикой наши сторонники и просто обычные граждане у меня есть все основания для этого говорить товарищи потому что сам я являюсь рабочим мажорского завода регулярно общаюсь с трудовыми коллективами и мне честно очень приятно наблюдать когда сидя в курилке те работяги которые раньше заявляли откровенно когда речь зашла о выборах что я на них никогда не поеду все предрешено никакой альтернативы нет сейчас обсуждают очень бурно обсуждают кандидатуру Павла Николаевича Дудинина не всегда они однозначно его поддерживают но все-таки общая риторика общая риторика позитивная и мало того все из них говорят что они обязательно придут на предстоящие в марте выборы и постараются каким-то образом изменить ситуацию потому что дальше продолжаться таким образом каким-то продолжаться сейчас не может мне кажется что наша задача с вами за месяц до выборов не выяснять отношения и не выяснять кто больше прав а объяснить народу что альтернатива сложившемуся положению дел действующему ныне президенту представитель олигархической власти есть и это альтернатива Павел Николаевич Грудинин я тут все критиковал критиковал неудачих ораторов все-таки с чем я позволю в речи Бориса Юрьевича согласиться это с тем что выдвижение Павла Николаевича безусловно будет иметь далеко идущие последствия для левого движения и на мой взгляд эти последствия будут исключительно позитивными и придадут левому движению тот необходимый импульс и последнее социализма которого ему до этого будем говорить прямо не хватало спасибо товарищи я приглашаю Олега Лисенкова магистранта факультета патологии Санкт-Петербургского государственного университета члена молодежного отделения российской ассоциации политической науки скажу честно моего дорогого друга и коллега спасибо меня в сервисе пригласил в факультете я на первом курсе магистратуры патологии я и научной степени я обычный студент ну как активист могу заявить что в принципе как активный подписчик и чат Лера Абора я предстоит с имением Гориса Юрьевича и если действительно взглянуть на данную ситуацию вокруг выборов президента федерации с точки зрения как политтехнолога то можно сказать что Павел Николаевич несловно является человеком он хозяйственник он как он сам заявляет я с этим абсолютно не спорю но если ответить на его действительно программу то это как уже было отличено это только заявление мерения нету и сообщается каких-то конкретных шагов да действительно только декларация намерений но если брать по счет что людям сейчас нужно какие-то конкретные шаги люди хотят услышать что ты конкрет понятное дело что все те ценности которые заверены программой Павел Николаевич это все правильно и хорошо и как-то мы делали все очень сильные функционирования для частичной революционной но для политической ситуации в России но если мы берем за счет в общем мнения у населения а люди сейчас довольно политично вообще свое масса населения не участвует в политике соответственно их мнения не учитываются не будут учитываться на этих рублях если мы смотрим дальше в перспективе то понятное дело что Павел Николаевич победить не сможет и об этом уже в принципе уже немного было словно на кобе об этом говорится его задачей как правильно было подтвердено в догладе Павел Николаевича является прежде всего привлечение интересов к выборам и обеспечение нужного порога если брать эту ситуацию то власти нужна максимально ябро и соответственно обеспечить ее с помощью Ксении Собчак не получилось потому что ее персонас скорее отталкивает простого работягу простого врача России на эту роль был выбран Павел Николаевич да я не спорю что он позволил немножко оживить политические дискуссии вокруг этих выборов потому что если брать мнение обычных людей и даже собрать те студентов в которых я сейчас сам стою то в принципе мнение в большинстве свое подумало что эти выборы предрешены понятное дело кто победит и соответственно большого смысла участия в них нет то есть смысла голосовать нет действительно так единственное пользование заключается в том что стратегия бойкота является правильным эффективным средством но к сожалению бойкот не будет поддержан большим массам насырения потому что у нас нет таких ресурсов в частности у Радкора нет таких ресурсов для того чтобы вести пропаганду среди насырения противовесной медийной машине которая есть у фемиарских паритехнологов и если даже брать левую часть позиции то если даже мы однись у нас таких ресурсов не будет правятное дело но все же если брать собственные идеологические позиции и ситуацию я конечно было сказано что знаете ситуация в Редакторе с идеалистическими политиками хочу себе позволить заметить что это не с чем-то плохим в конце концов многие отчетственные заберные политики спонтолка были идеалистами Макс Инглес тоже были идеалистами так что я считаю что опять же если я согласен в основном с кричевыми пунктами я докладываю Бориса Юрьевича и если брать мое собственное мнение то оно совпадает с мнением Бориса Юрьевича Спасибо большое Олег Следующее дорогие товарищи у нас к сожалению закончился список тех кто был в списке и сейчас я в оставшееся время до перерыва и потом перехода в дискуссии вызову выборочно воспользуюсь таким правом как модератор тех кто записался собственно на листочек успел записаться приглашается Владимир Матвеевич Соловейчик представитель движения гражданских инициатив я даже не ожидал напоминаю да конечно добрый день дорогие товарищи добрый вечер уже благодарю за то что меня не планово раньше многих пригласил Сергей это видимо в силу нашего давнего знакомства использовал служебное положение и за это ему двое спасибо жаль что ушел Иван потому что я хочу начать свое выступление с полемики с ним ну как с полемики на самом деле это будет полемика в форме согласия он первый раз сказал мысль с которой я абсолютно согласен в России действительно есть два левых движения движение традиционное опирающееся на традицию русского освободительного движения революционно демократические традиции большевизма на традиции советского периода и движение нетрадиционное которым видимо принадлежит товарищ овсянников ведущая свою родословную о тех кого традиционные коммунисты в советские времена преследовали по статье 58.12 или 123 допустим все это логично закономерно и правильно так оно в принципе и должно быть что касается нынешней предвыборной кампании то уже сейчас за месяц с лишним до выборов она показала один очень важный урок урок того что частные узкопартийные интересы когда они ставятся в углового угла по сравнению с какими-то общими интересами ведут к политическому краху пример этому избирательная кампания российской коммунистической рабочей перспективы общероссийского общественного движения раньше это называлось российская коммунистическая рабочая партия сейчас они выдвигали кандидата от партии Редфронт и закономерно уже на этапе сбора подписей сошлись дистанции когда люди решали вопрос сохранения лицензии на участие в выборах по закону о политических партиях если за 7 лет ты не поимеешь какой-либо федеральной кампании либо половины предвыборных кампаний в регионах либо половины предвыборных кампаний в муниципальных образованиях регистрация твоей партии будет поставлена под вопрос должна быть отменена судом по представлению Министерства юстиции у РКРП у Тюркина не было ни кампании государственной дуны за прошедшие 7 лет ни половины региональных кампаний ни половины муниципальных под занавес Виктор Аркадьевич решил выделить президента в президенты в надежде поймать судьбу за Чупрыну но чудес не бывает и результат нам известен теперь остается сделать вывод что если регистрация политической партии Родфронт будет сохранена значит Виктор Аркадьевич Тюркин находится на подвесе у антинародного режима который он так сильно обличает и все его действия будут определяться этим если регистрация политической партии Родфронт будет отменена значит бизнес Виктора Аркадьевича Тюркина накроется ему придется искать новые источники дохода это уже первое положительное явление данных при выборной кампании задолго до выборов что касается кандидата от КПРФ давайте мы посмотрим на динамику освещения кампаний в проправительственных СМИ особенно в тех СМИ которые достаточно близки к силовому окружению президента и мы увидим то самое что в народе я уж прошу прощения в академической аудитории где доценты с кандидатами сидят неудобно употреблять это слово но оно адекватное то самое мочилок причем развитие медийной составляющей этой кампании можно уже разделить наверное на два этапа и сделается третий первый этап стартанул сразу же после съезда КПРФ и там были некие общие заявления о том что кандидат Грудинин это националист не коммунист ну так в общем да причем сошлись опять же на собственном опыт дня примерно через три после этапа 17 съезда КПРФ и Грудинин одно очень уважаемое информационное агентство обратилось ко мне с просьбой дать комментарий ну я там даю часто комментарии по поводу Украины там Сирии много чего еще ну я им ответил все отослал нормально через минут 10 звонок не подходит нужно вот так и так мы вам пришлем вводку ну я уже сразу помню что комментарий не давать не буду но мне стало интересно присылайте прислали посмотрел говорю я с этим согласен я под это подписываться не могу в принципе и поехал по своим бухгалтерским делам дня через два или через три захожу на страницу вконтакте к видному противнику партии КПРФ бывшему депутату от КПРФ ныне сотруднику аппарата право-либеральной фракции партии Ростов законодательного собрания мадам Камуловой и обнаруживаю комментарий про то что Грудинин не коммунист и националист с той самой годкой которую получил два дня назад ну тут у меня сразу шарики зашевелились ну думаю Эгем Матвеевич стартанула компания сейчас пойдет Мочилова по полной и это мое предположение сделано еще до нового года подтверждается от каких-то более или менее простых заявлений о том что националист не коммунист латифундист помещик перешли где-то в районе 8-10 января теме зарубежных счетов недвижимости сейчас мы уже видим что эта тема фактически сходит на нет она отработана и можно предположить что в ближайшие дни начнется третий этап где Грудинина будут связывать с кандидатом кандидата Грудинина будут связывать с деятельностью Навального и оранжевым реваншем причем все это будет по схемам февраля 2012 года с теми же исполнителями в лице Грудинина и ему подобных с молитвенным стоянием за Путина на подслужной горе шестилетней давности и можно понять что скорее всего будет использована личность Удальцова учитывая его связи с Навальным будет раскрутка этой темы по принципу Таргамадзе взял 6 лет назад у Навального тоже может взять и это конечно будет в данном случае слабое звено компании Грудинина хотя то что Удальцов не является его доверенным лицом некая гарантия того что удастся выдвинуть и свои контраргументы что касается тактики Байкота я думаю что она не сработает в силу общественных настроений если бы сейчас на дворе стоял январь 2005 года и массовые протесты против монетизации льгот тогда да эта тактика могла бы ну не принести полного Байкота поскольку Олег совершенно справедливо сказал что против медийной административной машины биться сторонникам Байкота сложно но по крайней мере ощутимый результат в нынешних настроениях это не сработает что касается дискуссии о элитных взаимоотношениях я хочу привлечь внимание присутствующих к статье Василия Колташова российский капитализм решил наступаться защищаться в декабре прошлого года обнародованный там в общем на мой взгляд дается в значительной степени правильный анализ состояния российской экономики и внутриэлитных конфликтов и очевидно что для нынешней власти в нынешней ситуации усталости от Путина спара в экономике кандидатура Грудинина опаснее чем кандидатуру какого бы то ни было партийного выдвиженца состоящего в рядах КПРФ именно потому что он как и Путин идет в качестве беспартийного и как и Путин в отличие от всяких титулов в качестве позиционируется в качестве человека дела пусть и масштаб этого дела совершенно различный очевидно что в условиях когда власть боится к сожалению не нас с вами вот здесь сидящих а раскола внутри элиты именно поэтому мочили больше всего в 2004 году не Харитонова а Глазьева а все остальные лунские выборы мочили Касьянова и в 2012 основные пистоны доставались не Зюганову а Прохорова она больше всего боится раскола вылить кандидатура Грудинина ибо для того чтобы эти страхи продуцировать наиболее подходящие я сейчас говорю специально в выражениях эти страхи продуцировать не факт что это на деле но внутренний страх элиты в компании противодействия кандидату Грудинину страх путинского окружения перед возможным расколом элиты в этом присутствует и является причиной всей этой медийной кампании стало быть это нам на руку ну и завершая хочу вспомнить одно обстоятельство 65-летней давности принимая в Кремле и на ближней даче делегацию руководителей коммунистической партии Индонезии товарищ Сталин обсуждал с ними перспективы аграрной революции на Востоке перспективы развития коммунистического движения в отсталых периферийных странах каковой сейчас к сожалению является и наша Россия и на вопрос руководителей индонезийских коммунистов Дипа Нусандра Айдиха вот что вот он им посоветует революция или реформа высказал следующий рецепт сперва реформа а потом революция реформа которая создаст возможности для развития промышленности качественного укрепления рабочего класса количественного его расширения развития профсоюзов перехода полномочий от потенциального предателя президента Сукарна к национальному собранию парламенту а когда эти возможности возникнут там уже готовить революцию работая в рабочем классе и крестьянстве и на вопрос какой он лозунг посоветует индонезийским коммунистам который заполнил ответил прямо через социальное освобождение к национальной независимости если следовать этой сталинской логике она мне представляется в нынешней российской ситуации верной кандидатуру Крудинина подходит спасибо ну хорошо давайте перейдем к дискуссии собственно ну и в начале представляется Борис Юрьевич Кубер это не слова ну хорошо давайте я очень коротко и не буду просто занимать много времени потому что мы хотим снова вопросы да чтобы были вопросы-ответы да потому что тем более у меня на самом деле есть маленькое преимущество я себе зарезервировал еще по обобщению итогов несколько минут поэтому чтобы не злоупотреблять этими возможностями я во-первых все-таки готов был в ответ на вопрос если есть вопросы и давайте только так попробуем по этому пути тогда пожалуйста спасибо всем за выступление меня зовут Сергей Кузин я представляю Левый фронт я как раз здесь докладываю Левый фронт Левый фронт я сделал примарку меня зацепила одна из последних фраз когда вы сказали насчет говоря о правой грани грудине насчет того что сама программа может быть радикальной но совершенно непонятны те конкретные шаги которые приведут к исполнению этой программы вот мой вопрос получается в том что не можем ту же самую критику обратить и на ту анти-грудининскую позицию которая высказывалась что у меня сложилось впечатление что те кто выступает против поддержки кандидатуры грудининской позиции здесь я говорю не говорю какой-то личной антифакции а некая сформулированная политическая позиция что эти люди тоже у них есть некий достаточно радикальный образ того чем должна реализация революционная борьба на данном этапе но из всех этих выступлений совершенно исследовало что конкретно в данный момент в текущий момент политической жизни мы можем делать я вот как раз сказал что Евгений Александрович что наш Левый фронт он подошел плотной к тому что бы предложить это ответ и он назвал тот подход который способствует классовый анализ мне непонятно какие конкретные меры приведут к тому радикальному изменению ситуации о котором я так понимаю что все здесь более-менее греют этот конкретный вопрос здесь какую-то метафору здесь предложить я бы сказал что мне кажется что все эти левые силы находятся в положении серфингиста который вот сидит и ждет когда она придет такая большая большая народная волна и мы на нее вскочим и поедем и будем делать свои какие-то политические правилеты но при этом пропускаете из виду что большая волна она не приходит сама по себе если вы были на океане там где есть движение фон вы видели что ей предшествуют какие-то другие волны сквозь ощущение что все эти волны мы пропускаем вместе с этими волнами мы пропускаем в том числе возможно на агитацию на пропаганду для того чтобы в движение приходили новые люди в вашем докладе прозвучала конечно мысль о том что то новое поколение людей которые приходят такие диванные акционеры я думаю в этом правда я сам принадлежу к такой логической страте но как раз в связи с этой компанией у меня лично возник интерес к тому чтобы начать действительно что-то делать потому что иначе мы оказываемся в ситуации когда следующие 6 лет мы будем опять ждать какую-то немыслимую большую волну будем ждать когда из ниоткуда возник этот человек который может вести за собой левую миссию мне кажется это утопические надежды и здесь много говорилось о том более подробный анализ истории практики социалистического движения революционного движения говорит о том что все эти движения побеждают тогда когда они действительно аккумулируют приводят в какой-то единый центр широкую энергию массы ей дают нужное направление дальше уже от этой демократической волны идут к следующей волне социалистической вопрос опять же конкретный какие конкретные меры предлагаете помимо того что я читал на сайте предложение бойкота и предложение того что мы выйдем на участке и будем считать проводить свои подсчеты экзит я так более-менее последние несколько месяцев покрутился в левой среде и понимаю что ресурсов для этого нет ни у кого за исключением пожалуй КПРФ мне кажется что это тоже такие достаточно диванные размышления что через это вы сами о себе как-то заявите большое спасибо сразу скажу что действительно когда мы изучали материал готовя доклад мы обратили внимание что значительная часть антигрудиненской пропаганды стоит прогрудиненской на мой взгляд они абсолютно друг друга стоят более того они абсолютно одинаковые они абсолютно догматичны потому что большая часть прогрудиненской пропаганды сводится к заявлению о том что Грудинин якобы собирается вернуть Советский Союз и восстановить Советскую Власть вот если вы почитаете что в сети пишут реально то пишут именно вот это реальные сторонники активные которые ведут какую-то активную сетевую борьбу они говорят да он вернет Советскую Власть он вернет Советский Союз и так далее ну во-первых он этого не собирается делать даже если взять те же 20 шагов там это не написано а во-вторых вы прекрасно понимаете что это сделать в таком виде как люди воображают невозможно а в-третьих на самом-то деле в общем-то это иллюзия которую люди сами себе создали они сами этого образили то есть им это никто не обещал в данном случае Грудинина их не обманули он этого не обещал но они это сами себе придумали анти-Грудининская пропаганда действительно на значительной мере тоже догматична она сводится к упоминанию того что это буржуй что это капиталист что это собственник ну и как бы на этом она и заканчивается то есть она с этой точки начинается она с этой точки заканчивается и дальше она не идет мы как раз потому и написали свой доклад что мы хотели выйти за пределы подобного рода тупиков то есть за пределы воображаемых сущностей и перейти к сферу политики первый момент по поводу того что уже случилось когда нам говорят вот давайте мы все объединимся вокруг этого кандидата для того чтобы объединиться вокруг кандидата нужно сначала предложить такого кандидата который хотя бы мало амальски пригоден для объединения а не выдвигать абсолютно непригодного простите кандидата который отталкивает и даже возмущает значительную часть людей пусть даже по догматичным причинам кстати говоря а потом сказать вы все вокруг него объединились потому что далее спускают что эти люди вот тоже на род фронт и прочее что они чисто по догматическим причинам от него отталкивают это кстати значительно верно но есть одна проблема если вы знаете что ваш потенциальный союзник, партнер или еще кого-то есть эта проблема вы даже с ней работаете они просто напросто ее бросают но на самом деле речь о другом понимаете может ли левое движение поддержать представителей прогрессивной национальной буржуазии если это действительно представитель прогрессивной национальной буржуазии тут две проблемы первое да может если вообще есть прогрессивная национальная буржуазия ее в России нет и на мой взгляд не может быть это первое о чем я хочу сказать Если у меня нет времени обсуждать эти детали, я просто декларирую это, считаю, до абсолютного принципиального момента. Есть разные группировки, кланы, банды, фракции. Это не принципиальные группы, это результат случайного расположения сил в ходе разных интриг внутри правящих кругов. Не более того. Они могут разложиться так и иначе, но это совсем не похоже на ту схему про национальную буржуазию, про которую мы считали в книжках. И второе гораздо более важнее. Далее предположим, что мы сейчас отстранились от этого всего и сказали, да, у нас есть замечательная прогрессивная национальная буржуазия, которая строит замечательные закрытые акционерные общества и называет их совхозами. Может ли левая партия или левое движение такого кандидата поддержать? Поддержать может, выдвинут, никогда. Это абсолютно принципиальная вещь. Левые могут поддержать чужого кандидата, говоря, да, это совершенно не наш кандидат, это классовый другой кандидат. Мы выдвигаем своего и на определенном этапе мы можем, если действительно серьезно, можем переключить свою поддержку на того, кто является лидером. Выдвинут от себя, причем сходу, это нельзя сделать. Вот по какой причине. Это демобилизует, дезорганизует и дезориентирует собственную базу. Что делать? Две вещи. Первое. За месяц оставшийся, да, сделать политически радикально ничего нельзя будет. Но опять давайте говорить откровенно. Конечно, ничего нельзя будет. Кроме одного. Бороться с иллюзиями и создать некоторое поле общественного мнения, где будет четко понятно, что, по крайней мере, мы не несем ответственность за ту моральную катастрофу, которая случится, когда данный кандидат предаст тех, кто за него голосовали. Это принципиально важно. И второе. Да, использовать всю эту историю вокруг выдвижения Грутина, чтобы развернуть свою собственную пропаганду. Развернуть пропаганду и развернуть дискуссию. В том числе ту самую, которую мы сейчас ведем. Потому что здесь действительно большое спасибо. Если бы не было вот этой всей истории, наверное, этой дискуссии тоже бы не было. Сама по себе подобная дискуссия действительно способствует прояснению позиций, прояснению взгляда и реконфигурации. Хотя, на мой взгляд, эта реконфигурация, конечно, такого же типа, как большевиков и меньшевиков. И совершенно не важно, кто себя исторически отождествует с большевиками и кто с большевиками. Важно, что действительно эта конфигурация принципиально подходит к одному вопросу. Должны ли мы поддерживать в качестве своего потенциального лидера, кандидата, который является частью правящего класса. Или мы должны, даже прекрасно понимая, что мы не можем перевернуть все завтра, формировать собственное движение. Формировать собственных лидеров. Вы правильно сказали? Они ниоткуда не придут. Но для того, чтобы они пришли откуда-то, нужно работать, что называется, на перспективу. И работать каждый день, формируя в том числе свои политические кадры. А вот появление политических кадров ниоткуда, деморализующее, это очень опасная вещь. Получился не вопрос, а вопрос еще и не ответ, а ответ еще. Надо говорить, что нет, 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 нет. И я думаю, еще стоит один вопрос задать, но, пожалуйста, краткий и краткий ответ. Пятый вопрос уже. Да, во времени, я думаю, что я задаю. Да, и меня. Пожалуйста. Да, конечно. Да, пожалуйста. Если Грудинин в основном хочет восстановить Советский Союз, то получается он хочет вернуть Крым в Украину, что ли? А вопрос, ну мы все понимаем, да, что кто у нас будет, что будет, краткий, какой-то. Кто у нас будет президентом в 18-м году и почему? Ну, а левый, левый, так, ну какой-то, какого-то Грудинина, Грудинина, был бы не Грудинин, был бы не Петров, был бы не Петров, был бы Сидоров. Зачем акцентироваться так на данном персонаже, как на таковом, на его бизнесе и прочее, а не заниматься своим делом и не рассуждать, что будет уже на следующий стол у Путина. Ну и, соответственно, просто Путина. Ну я часть не ответил уже, наверное, да, потому что сказал, нам важно то, что будет потом, потому что не должно быть иллюзий, да, вот иллюзий будут деморализующие воздействия оказывать, но потом, да, месяцок подискутируем, потом, опять же, посмотрим результаты. Спасибо большое, Владислав Ильич. Евгений Александрович, да, пожалуйста, национальность. У меня две-две минуты на работу, я в ступенье, перед вопросом. Можно одну или одну? Одну-две минуты, да. Значит, я хочу и Кириллу, и другим сказать, кто мешает извлекать пользу из нынешней компании «Лево», я вижу массу возможностей извлечения пользы, начиная от агрегационной компании, создавая какие-то структуры на этой базе и активизируя все остальные движения. И почему, вроде, не наш лидер? Он, как тут пишут, родный кандидат, и левое движение не должно сливаться с этим общим кандидатом. Оно может занимать свою особую позицию, но здесь же мы решаем не только свои вопросы, даже не классовые проблемы национальной и не национальной образе. Мы видим шанс на какой-то более широкий демократический подъем. И почему в этом подъеме мы должны стоять в стороне, а не вести свою пропаганду за этого кандидата. И в том числе, ну, мы можем сказать, что мы его условно поддерживаем. У нас есть условия, кстати, о профсоюзах, и все остальное, где он принял эти наказы и передал. Ну, так, условная процедура, но я имею в виду, что почему вот либо-либо, либо мы своего, мы не выдвинули, не подготовили, либо мы никого не принимаем. Но есть такой реальный человек, который вот в нынешней ситуации заварил, или кто-то там заварил эту кашу, идет массовое движение. Почему-то мы должны в стороне посылать. Мы можем участвовать именно как левый, со своими требованиями, со своей программой, со своей организацией, которая работает на общий результат. Ведь надо дать шанс ему населению. Вот о нем подумайте еще, что оно уже устало действительно, оно все время скатывается все ниже-ниже. Мы не создаем и люди, мы все это объясняем людям. Но если мы и дальше вот по этой линии нисходящей пойдем, то мы вообще скоро никакого движения, ни левого, ни другого, мы получим правую диктатурой, националистическую диктатурой в нашей стране. Спасибо, Владимир Александрович. Является защита от национальной диктатуры, националистической диктатурой, а не путем к ней. Я сказал народный кандидат, потому что я стою в пикете, где Махат подписывает в Кургине народный кандидат. Это вспомнилось. Но он действительно же не член КПРФ, он не позиционируется как коммунист. Он выдвигает те популистские мозги, которые многим импонируют, они подхватывают. Это те мозги, которые и реалистичны, и актуальны, и понятны, и могут мобилизовать человек из своих. И почему нам не использовать этот шанс? Что касается националистов, ну там пестрое, как вы знаете, движение это национальное, но они определяют исход компаний. Я не исхожу из инстинкта самосохранения, если мы будем держать с националистами, то они у нас не повесят. Мы исходим из того, что эти настроения тоже достаточно распространены в наших кругах. И это означает, что эта часть избирателя тоже придет, повысит процент, но мы без иллюзий тоже. 15-20% это тоже, мне кажется, было бы неплохо в нынешней ситуации, за ругой Ленина. Но это тот процент, который может изменить отношение к выборам вообще и отношение к перспективам развития страны. Временные тактические блоки, даже с националистами. Вспоминайте, Ленин, годы гражданского института против Веникина, романтируется. Что нам бояться? Конечно, там я вижу сторонников великой единой неделимы России. Нет, спасибо. Так, все, наверное. Ну, давайте я задам коротенький вопрос, как мы рады воспользоваться своими бюрократическими привилениями. Это что, чего греха-то эти. Стоит уточнить, что, естественно, очень часто, как говорится, что граждане выдвинули только КПРФ, ну и Левый фронт, ну что естественно. И также народно-патриотические силы, национально-патриотические, не помню. Да, национально. Ну, тут вот какое дело. Дело в том, что, как бы, народно-патриотические силы, это до выборов, это было что-то вроде такого, ну, политического клише, которым, как бы, спекулировал Зюганов. Ну, понимаете, я, может, заходить, пожалуйста. Что я, как бы, не только вот лидер КПРФ, но также лидер народно-патриотических сил. А что это такое, никто не знал. Сейчас, когда вот появился этот вот совет, ну, как бы, есть что смотреть. Но, если зайти на официальный, как бы, сайт этой организации и посмотреть на то, какие организаторы входят. Ну, ведь, дело не в том, что входят какие-то там националистические такие организации, но, в сути, эта организация абсолютно маргинальная. То есть, там, человек, не знаю, по 20, там, или по 30, и при этом, если даже зайти в их паблик ВКонтакте, ну, извините, там тысячи участников. Ну, так а что ты меня и боятся-то? Нет, я не говорю, боятся, я говорю, не является ли вот, что называется, вот, национально-патриотические силы, что-то, вроде, такой, ну, как бы, ширмой сказать, что, типа, кандидат не только от КПРФ. Да нет, ну, я смотрел, это все было бумажно в эфире, все их там дискуссии внутренние. Это, конечно, зал не очень большой, но там основная геркушка. Я могу по Питеру сказать, что мы почти не видим, ну, 2-3 человека, национально-патриотических участков, в благослужении. Я так говорил не о тех, вот, активистов, там, или функционерах, а о том, что такие настроения развиты. И, вот, позиционирование Грудинина, как выгнутого, от широкого блока сил, и позволяет рассчитывать на более широкое участие вектората в его избране. Хорошо, спасибо. Кирилл, может быть, вы? Да, если есть вопросы. Ну, а, как бы, сразу есть вопросы, я к этому не буду ответить. Ну, если вопросов нет, то я, собственно говоря, просто хотел бы еще раз акцентировать внимание на то, что необходимо понимать, что такое современные российские выборы, в кавычках, да, и раз уж мы здесь все, так сказать, такие удачные некоторые товарищи и коллеги приводили исторические аналогии, то я еще себе одну историческую аналогию позволю. Да, в России, и по оценкам нашей партии, я знаю, что это вообще распространенная оценка в левом движении, сражился зрелый бонапартистский режим. Это не режим дужуазной демократии, где происходит реальная конкуренция политическая. И если уж говорить в исторических аналогиях, то коллеги могут просто вот поизучать, например, в том числе и на базе материалов Маркса и Энгельса, значит, историю Третьей империи во Франции, там тоже были выборы. Если кто-то думает, что там вот Наполеон Третий, значит, никаких выборов не проводил, это неправда, да, императора там не избирали. То есть сначала избирали. Да, то есть сначала избирали в качестве президента, да, но потом проводились выборы парламентские, проводились выборы в законодательный корпус, как они проходили, по очень схожей модели с той, которая реализуется в современной России. Значит, несколько кандидатов, все согласованы, один официально представляет, значит, позицию правящего режима, императора и правительства, и там парочка, так сказать, согласованных сверху. Ну, вот прямая историческая аналогия с той ситуацией, которая есть сегодня. И я это просто все к чему говорю, да, когда все это закончится, да, 18 марта, то мне не хотелось бы лично, да, я думаю, что Леву и многие со мной согласятся, вот разделять, например, груз ответственности за то, что там Испаин Грудинин станет главой администрации Московской области, да, или при самых радужных перспективах станет там председателем правительства и сыграет роль Примакова, в лучшем случае сыграет роль Примакова, то есть пригасит массовое движение, да, если таковое возникло, для того, чтобы спасти этот режим, да. Вот не хочется разделять груз ответственности. Прошу меня понять. Ну, Кирилл, это два вопроса. Вы что считаете, что Грудинин может сыграть роль Примакова? Ну, я говорю, что это в лучшем случае, да, в лучшем случае. Ну, больше, мне кажется, что на большее, чем на главу администрации Московской области, не замахивается. Хорошо, еще один вопрос, только очень короткий. А почему, что вы, что Борис Юрьевич говорит про какой груз ответственности, хотя все говорят, явка будет маленькая, народу выборы неизвестно, какой там Грузия ответственность, всем плевать на выборы, не Грудинина? Не знаю, представители ПОРФ и поддерживающие силы убеждали нас в обратном. Поэтому не знаю, какая вы говорите, явка. Я не про явку, а про груз ответственности левых за Грудинина. Я отвечаю представителям партии, которая выдвинула Грудинина на их призыв сплотиться вокруг этого кандидата. Вот о чем идет речь. Хорошо, Кирилл. Спасибо. Спасибо вам большое за ответ. Если нет вопросов, то буквально минутки две можно сказать, что есть сказать. Мы с вами все спорим о том, что будет 19 марта. Ничего не будет. Я вам скажу так. Никакой трагедии не произойдет, и нацеливаться надо на достаточно длительный период подготовки, собирания силы. Потом надо иметь в виду, что Россия страна неожиданная. Революции готовятся долго, но возникают по совершенно случайному поводу. Вот, условно говоря, заедет жена Медведева на кортеже, собьет малолетнего ребенка, выскочит мать проклинать Светлану Лидник, а когда она начнет стрелять, положит ее, кто-нибудь это выложит в Ютубе. И вот от одного этого, совершенно казалось бы, далекого от наших расчетов политики, события неожиданного. Люди начнут реально выходить на улицу и все крошить. Примерно по такой же схеме это происходило в феврале 1917 года в городе Петрограде. И, естественно, Борис Юрьевич правильно пишет, что к таким событиям, к началу революции, ни одна политическая сила ни в одной революции никогда готова не бывает. Я напомню, что в январе 1917 года в документах охранного отделения о деятельности большевиков и лично Ленина было материалов в объеме 12 раз меньше, чем о деятельности несуществовавших боевых организаций эсеров. Они все сидели по тюрьмам или были в эмиграции. Но эсеров они бедили, а Ленин был гонит никто из Балинии никак. Это не только о царской охранке говорит, это объективная тенденция. Кто был в 1789 году? Робеспьер, Дантор, Жаль, Поль Марак. И я думаю, что и в новой русской революции все будет примерно по той же схеме развиваться. Робеспьер вообще короля поддерживал? Поэтому не будем мы сейчас предаваться унынию. Не будем делать достаточно пессимистических прогнозов. И давайте мы вспомним о том, что нам, если мы считаем себя левыми марксистами, не надо создавать себе кумиров, не надо жить по принципу культа личности. Пусть даже, может быть, это личности достойная или недостойная, здесь это не важно. Надо повагаться на свои силы и свое разумение. И делать свое дело честно, так как мы это понимаем. В том числе и просвещая наших трудящихся, в том числе и такими вот средствами, средствами сайта Робкуру и иными интернет-ресурсами, и нашими передачами на Ютубе, спокойно делать свое дело и готовить ту самую эволюцию, которая неизбежно будет. Спасибо, Владимир Матвеевич. Евгений, остались только вы. Может быть? Я буквально. Нет, сначала, если есть вопросы, тогда ответьте. Если нет, то вы можете сказать. Ну, как и, по-моему, оставшиеся из выступающих. Да, есть, может, вопросы какие-нибудь? Ну, как же это? Отношение, Людмила Классов, отношение к Национально-Патриотическому Союзу России, а это же там и двигался в руки. Ваши отношения к этому форуму? Ну, лично мое отношение достаточно позитивное, потому что есть большое количество общественных организаций, которые являются союзниками КПРФ, или, по крайней мере, с ними КПРФ ведет сотрудничество, поэтому у меня исключительно положительное отношение к тем политическим силам, которые в какой-то момент времени оказывают поддержку нашей партии, мы оказываем им соответствующую поддержку. Поэтому, как бы, к нашим союзникам исключительно позитивно. Спасибо. А можно у меня вопрос? Да. А в Питере, как происходят отношения, где складываются отношения между Левым фронтом и КПРФ? Было ли здесь есть представители и тех, и другие? У нас весьма позитивно. У нас, соответственно, мероприятия, которые проводятся городским отделением КПРФ, на них присутствуют представители Левого фронта, мы всегда даем им возможность выступить, и когда у нас проводятся совместные акции протеста, или, соответственно, массовые мероприятия, 7 ноября и 1 мая, мы идем в одной колонии, и в этом смысле у нас сотрудничество выстраивается исключительно позитивно. Тоже могу отметить. И сейчас, когда мы ведем работу в штабах, соответственно, на уровне района, например, мы приглашаем представителей Левого фронта, и по, соответственно, нашему району, Кальморскому району, я точно могу сказать, что присутствует, и мы координируем с ней работу по разноске гидматериалов и другой, соответственно, деятельности. Ну, хорошо, спасибо. Иосиф Григорьевич Абрамовский, пожалуйста. Журнал «Альтернатива». Иосиф Григорьевич Абрамовский. Надеюсь, я правильно сказал. Иосиф Григорьевич Абрамовский. Я представляю Российскую память для коммунистов, Берега фронта, Абок, Абок. Мне хотелось бы сказать вот, что я согласен с теми, кто считает, что программа Грудинина, которая сейчас опубликована, ее «Двадцать шагов», это программа, которая требует за оставшись в месяц небольшим серьезно усовершенствовать наказами, которые должен получить от левых товарища Грудинина. Вот я хочу об одном моменте сказать только пока. И в «Двадцати шагах», и в выступлениях коротких, которые я слышал, и на левом фронте, где вы с самого конца съездили в фронт, нет ни одного слова об одном очень важном социальном слое в нашей стране, который благодаря действиям властей становится все более и более оппозиционным режимом. Я имею в виду научную и научно-техническую интеллигенцию. Если кто читал относительно недавно обращение 400 ученых, академиков, членокорреспондентов, докторов, профессоров, президенту страны, то вы можете почувствовать, что такого радикального антипутинского выступления давно не было среди каких-то других слоев населения или политических сил. Вот совсем новое сообщение, которое я вчера услышал, меня это просто в шоке. решением ФАНО Федерального агентства по научному организации снят с поста руководителя научного центра Петербурга академик Алферов. Без объяснений. Ну, известно, что Алферов является депутатом Думы по практике КПРФ. Известно, что он не член КПРФ, но он активный оппозиционер. Я не знаю, сколько он сейчас приедет в академию, но он думает, что входит, но не уверен в этом. Но, во всяком случае, во выступлении всегда оппозиционные, социалистичного содержания. Вот он говорит, почему это просто еще дополнительный наглый выпад вот авторам этого письма, потому что они требуют ликвидации Фаной, и в основном превращения его в хозяйственную организацию. Руководство науки должно быть только земли. Вот он пример. И вот ни одного шага из двадцати по поводу развития науки, которая забита, и которая делает нашу страну все более и более технологически отсталой по сравнению с Западом, и по сравнению с Китаем, у которого абсолютно иное отношение к науке. Вот это демонстрация вот вам. Вы чего-то требуете, получаете. Ну, конечно, это дополнительный источник возмущения возмущения среди научного сообщества нашей города. Вот я думаю, что в наших наказах должно быть указание товарищу Гургенину, как делегату широкого спектра. Эту позицию, позицию отношения к науке, прислушиваться к тому, что говорят ученые, потому что у нас уничтожена, принижена фундаментальная наука, и абсолютно уничтожена в гражданской сфере прикладная наука. Ее нет. Почти все институты уничтожены. Вот это все требуется нам вот сейчас, когда мы будем поднимать оппозиционность настроения в ходе оставшегося до выборов месяцев. Большое спасибо. Для заключительного слова я приглашаю вам Бориса Юрьевича Горлицкого. Товарищи, время уже позднее, я не буду злоупотреблять свои позиции одного из организаторов этой дискуссии, ну или вернее я буду ей злоупотреблять не слишком много, постараюсь злоупотреблять уверенно, поскольку сами правила игры предполагают некоторое злоупотребление. Я изначально, когда мы начинали эту дискуссию, был абсолютно уверен, что по большей части ее участники между собой не договорятся, не согласятся. Хотя, конечно, допустим, вот с Владимиром Соловейчиком в итоге начинают говорить почти одно и то же, несмотря на то, что на самом деле не договорились о некоторых исходных позициях. Ну не исходных, а, так сказать, вводных позициях. Почему? Потому что действительно по большому счету ключевой вопрос это не вопрос о том, что произойдет, скажем, 18-го числа, а о том, что произойдет 19-го числа. И, понимаете, когда мне сейчас все время говорят о том, что а давайте-ка мы мобилизуемся, соберемся, понимаете, если мы действительно мобилизуемся, то тогда да, много чего может быть. Ведь надо же понимать, что никто мобилизационную кампанию за один месяц не проведет и не собирается проведет. Тем более, посмотрите, какими методами люди работают. Кстати говоря, вопросы о больших залах и так далее. Вот посмотрите внимательно просто на видео, на фотографии, на то же самое мероприятие 3-го февраля в Москве. Суворовская площадь вмещает примерно полторы тысячи человек. Площадь занята меньше, чем на треть. Есть фотографии, мы их, кстати, вывезли в виду, но не только мы. Полиция, говорит, тысяча человек собралось. Ну, явно тысяча человек не могла собраться, просто потому, что тысяча человек заполнила площадь целиком. Она заполнила на треть. Нижний Новгород. Люди собираются и там происходит скандал, что какие-то левые националисты кричат, какие-то оскорбления в адрес Грудинина. Все на это обращают внимание. Из-за этого разворачивается газетная и прочая дискуссия. Кто-то ругает кандидата, кто-то, наоборот, говорит, хорошие ребята, молодцы. На самом деле это не имеет никакого значения. А вот что имеет значение, это тоже собираются в небольшом закрытом зале, где, в общем, свозится просто-напросто местный актив, да и то значительная часть актива это дело фактически саботирует, по крайней мере, по району. То есть собирается маленький, в общем-то, по масштабу большого города, как Нижний Новгород, зальчик, чтобы провести мероприятие для галочки, отчитаться, да, оно выглядит хорошо, потому что собрали своих, и то вот туда пролезло несколько человек каких-то, как считают одни провокаторы, как считают другие протестующие. протестующие. Это лимоновцы. Да, они бывшие лимоновцы. Понимаете, я сейчас говорю, никакой мобилизации массовой не происходит, никакого массового подъема не происходит, и люди, которые ведут эту кампанию, не только не могут, но и не хотят провести что-либо подобное. Я могу искренне поверить в то, что активисты Левого фронта хотят и стараются что-то сделать. Но опять-таки, они стараются это сделать вопреки всей логике, всей организации, всей структуре этой кампании. И вы посмотрите все-таки не на Дальцова, который, конечно, человек с активистом в сознании. Вот на те серые пиджаки, серые галстуки, серые глаза, которые окружают кандидата, и которые на самом деле являются той самой командой профессионалов, о которой нам говорят. Нет, это не команда профессионалов. Это команда серых мышей. Понимаете? И какой отсюда вывод? Что никакой мобилизационной кампании никто не ведет и не собирается вести, и об этом речь не идет. В этой ситуации, опять же, что мы можем говорить про второй тур? Да не можем мы говорить ни про какой второй тур, потому что никто его не собирается добиваться для начала. И опять же, если кто-то здесь присутствует и этого хочет, я этого не отрицаю. Наверное, но если говорить о тех людях, которые действительно имеют контрольный пакет в этой компании, уже не компания, а компания, то эти люди хотят совершенно другого. И там никакого второго тура не планируется. Это немножко напоминает известный одесский анекдот. Вы знаете, скажите мне, пожалуйста, если я поверну за угол, там будет опера? Видите ли, опера там будет, даже если вы не повернете за угол. И это тот самый случай. Повернем мы за угол или не повернем, опера будет именно там, потому что там уже стоит. Поэтому, еще раз говорю, проблема в том, в каком состоянии движение придет к 18-му, 19-му, 20-му и так далее марта. И в этом смысле компания Грудинина, на мой взгляд, повторяю, является проблемой. Мы можем соглашаться или не соглашаться. Мы можем видеть, что действительно целый ряд товарищей искренне хочет эту компанию использовать на пользу делу. Если бы мы были другого мнения, мы бы здесь все не сидели. Правильно? Мы здесь сидим действительно как люди, разделяющие определенные ценности. И мы здесь дискутируем товарищей. Дальше мы дискутируем жестко, иногда может быть агрессивно. Но мы знаем, что мы, по крайней мере многие из нас, прошли немалый путь вместе. И совершенно не собираемся расплевываться по этому поводу. Но нам очень важна ясность, понимание того, с чем мы придем к некой новой точке. Точка будет. И тот последний момент, на который мы хотели сказать, повторяю, чтобы слишком не злоупотреблять своим положением организатора или одного из организатора этой дискуссии, это вопрос о том, для чего и с чем идет левое движение к людям. Потому что сейчас Компания, там, где она какого-то успеха добивается, кстати, как ни странно, именно в правительственной бывшей аудитории она находит резонанс. Это правда. Но с чем? Как ни проноксально, именно с образом Сталина, с образом тяжелой руки, с образом Советского Союза, с образом консерватизма. Причем, когда говорят о Советском Союзе, это не те героические люди раннего Советского Союза, о которых Владимир Солович напишет в своих замечательных статьях. Это совсем другие образы людей, понимаете? Потому что, на самом деле, образ Советского Союза, по большому счету, это образ Сталина в интерпретации брешевского пенсионера. Вот что мы имеем, понимаете? Вот этот образ, он сейчас на плакатах. И я уже говорил многим эта история, как раз когда мы готовили наш доклад случилось, я посылаю моей коллеге Анне Очкиной ряд интернет-плакатов Грудинина и антигрудининских. То есть собрали, ну, чтобы проанализировать их контент, так сказать, ну, визуальный контент, да, что они представляют, какой месседж они дают про Грудининские и антигрудининские. И мы сделали одну техническую ошибку, мы все свалили в одну папу. То есть мы все изображения про Грудининские и антигрудининские. Смотрели в одну папку и послали. Ну, мы располагаем, что человек разберется. Через пять минут я получаю письмо. Борис, а какие из них за Грудинин и какие противы? Это еще на одинаковые. И это говорит очень о многом, понимаете? Потому что левые апеллируют к некоторому прошлому, причем даже не к реальному прошлому, а к неким образом прошлому, которые, опять-таки, интерпретируются уже через несколько кривых зеркал, по большому счету. И вот с этим идти вперед невозможно. Надо идти вперед с чем-то другим, и действительно у нас другое общество. Ему не нужно возвращаться к прошлому, но возвращаться в прошлое нельзя, а то прошлое, которое нам предлагают вернуть, еще и не существовало никогда, что еще хуже. И поэтому, когда профессор Брансон мне говорит, что надо, чтобы компания Грудинина обращалась к ученым, к научному сообществу, это замечательно. Но простите, пожалуйста, вот с чем обращаться к научному сообществу? Вот с этими плакатами? Вот почему-то что-то мне говорит, что научное сообщество побежит от этого, как черт отладан. И это не значит, что оно будет лояльно и будет покорно, это значит, что оно будет представить по своим вопросам. Это значит последнее. Как бы мы не прошли 18, 19, 20 марта, с чем бы мы не пришли, никакая работа в этот день не закончена, только начнется. Значит, надо действительно, и, кстати, здесь Владимир сказал правильно, пережить это все и работать спокойно, уверенно, работать с конкретными социальными интересами, конкретными целями и действительно строить образ будущего, но не образ желаемого будущего, как там говорят некоторые деятели из администрации, а образ необходимого и возможного будущего. Это совершенно другое. Я думаю, строить этот образ будущего не из хотела, а из объективных потребностей, объективных необходимостей, которые складываются в новом российском обществе. Ну и будем надеяться, что мы все переживем 18 марта, мы все оставимся живы 19 марта, и будем надеяться, будем работать дальше и будем идти вперед. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Алексеевич.